Приветствую вас, друзья! Это специфическая трактовка политики РФ весной 2018 года на эхе Москвы. Российская дипшизофрения и великий Невзора. А сейчас вы увидите мою фотку с Невзоровым полгода того назад в Филадельфии. Незабываемая встреча! Ну что же, Александр Глебович, как пишут у нас в Ютьюбе, жгите. Ну, жгите, не жгите, мы в Гильвеции, о чем мы должны напомнить, в прекрасной гостинице Гильвеции. Правда, были рекоменны. Ну да, везут, везут из разных стран. Правда, мне вот посоветовали и навестить Кремль, сообщили, что самый лучший череп гиены находится там. Ну вот, помимо всего прочего, очень интересный такой пришел вопрос сразу, да, может ли Россия победить Америку и Англию в открытой войне? Разумеется, может, если поставки по ленд-лизу в Россию, боевые техники, специалистов и сырья будут поставлены и будут абсолютно регулярными. Только в этом случае. Да, сарказм Невзорова доведен до точки кипения. Именно такие интриги влекут внимание широких масс. Самое главное на данный момент это все-таки так называемая холодная война, о начале которой уже объявлено вполне официально и открыто. Холодная война человечества и цивилизации, увы, с Россией. После очередной порции так называемых санкций, то есть розок, она стала, эта холодная война, абсолютным фактом. И выдворение из парламентской ассамблеи Совета Европы, официальное признание оккупантом. Ну подождите, угрозы ввести ограничения против Москвы из-за ее отказа оплачивать членские взносы в Совет Европы? Это один пункт. Есть гораздо более серьезные, которые действительно гарантируют России практически вылет. И плюс официально признана Россия оккупантом части Украины. Это в реальности холодная война. И есть очень интересные подсчеты. Разрушения и потери от холодной войны будут вполне сопоставимы с последствиями атомной бомбардировки. Такой серьезной, большой, взрослой атомной бомбардировки. Ну тут будет отсечение от цивилизации, которая гарантирует грязь, обнищание, беспросвитие, безнадегу и без всяких надежд на победу и на ППШ. Мы видели, как в холодных войнах Запад Россию делает виртуозно. Запад тоже можно понять. Они, в общем, не хотят расстраивать читателей своих таблоидов фотками, там, обгорелых в ядерном пламени детей Подмосковья или Томска. И вообще зачем сбрасывать атомную бомбу? Можно на регион просто сбросить Тулеева или его аналог. Воронка будет еще глубже, а разрушения будут гораздо страшнее. И вместо красивой смерти в ядерном пламени, долгое бултыхание в дерьме. Изоляция, это как в России, превратится в такую консерву в собственном соку. А у России вообще очень высокие, так называемые, элитические свойства. Она умеет сама себя растворять. Без науки, без технологий. Да, умозаключения Невзорова точны и адекватны. А вы не задаете себе вопрос? А почему же он еще пока на воле? И причем исход у такой войны тоже один летальный. Тулеев, понятное дело, стал именем нарицательным. Но Тулеев-то не уникален. Других кадров-то ведь нет. Что Тулеев, да? Ведь это же все, куда мы не посмотрим на госслужащих, на начальство. Мы увидим страшную кунсткамеру в банках. Вот представьте себе эти банки. В одной сидит там Потомский, губернатор Орла, который всерьез был убежден, что Иван Грозный возил своего сына лечиться в Петербург после ДТП. Мишарин Свердловский, который слепому ветерану дарил цветной телевизор. «Смотрите на здоровье». Ведь это действительно абсолютно гогочущие, безграмотные, самодовольные идиоты, которые пришли прямо со страниц Салтыкова-Щедрина. Это и есть лицо власти. Так называемые хорошие люди, они в России, конечно, есть. Но они хорошие, потому что ничем пока не управляют. А как только начинают управлять, то получается у них хуже, во-первых, чем у плохих. И выясняется, что эти хорошие люди значительно хуже, чем те плохие. «Умные есть». «Ну вот, друзья, а вот тут будьте особо внимательны. Ну что, Невзоров против смены власти? За что он пропагандирует?» «Умные есть, но умных вы никогда не затащите во власть. Или возьмите там реальных интеллектуалов. Возьмите Юльку Латынину, возьмите Быкова. Попробуйте им предложить какой-нибудь государственный пост. Да вас таким пошлют матом, несмотря на то, что и Юлия, и Быков вполне себе деликатные персонажи. Проблема в том, что еще, вот, например, все то, что предлагается Госдумой, по существу не является законами. И любая юридическая экспертиза, она не обнаружит признака закона, ни в чем, что делает Госдума. Вот, что стоит один будущий закон, который тоже, скорее всего, будет принят. Он внесен, поскольку он внесен не кем-нибудь, он внесен Володиным. Согласно этому закону вводится уголовная ответственность за исполнение санкций США на территории России. Вот что это означает, неведомо. То есть, я так понимаю, что, согласно этому закону, если гражданин, находящийся в санкционных списках, которому запрещен, например, въезд в Соединенные Штаты Америки, не летит в Соединенные Штаты Америки, то он подлежит уголовной ответственности. Ну вот, из этого закона... Я вот этот пункт как-то пропустила. Да, он исполняет закон. Да, и при том, что уголовная ответственность, вероятно, будет подлежать страдающей экономикой, ее выкопают, заставят маршировать. Там, например, ту же самую космическую отрасль, о кончине которой, скорбно надувая большие щеки, сообщил Рогозин, сказав, что без импортных составляющих, извините, спутники делать не можем. А вот на все уточняющие по этому закону вопросы Володин, он не ответил, он отделался добрым ленинским прищуром и понес бревно дальше. Окей. Ну, если речь идет об истории, то это мои пенаты. Я весь во внимании. И тут Остапа понесло. Они же все, в отличие от меня, воспринимают историю всерьез. И все эти исторические байки тоже воспринимают всерьез. И Киевская Русь, насколько я понимаю, имеет безусловное старшинство. С нее началась ее князья. Основывали ее князья, начинали эту так называемую государственность, пока, наконец, не пришли татары-монголы и не объяснили, сколько раз кому и в каком порядке надо кланяться. И не случайно хан Баты считается основателем российской государственности. А отрезанная своим, значит, не вполне удачным крещением от Запада, обратиться к Западу за помощью России уже не могла. Мне тогда расскажите о более близкой истории. Вот, например, кто убил Распутина? Подожди. Мы вот коснемся этого, потому что у нас есть... Мы заготовили. Есть эта тема в Западе. Я просто хочу уточнить, поскольку еще ведется бодание по поводу языка, всерьез обсуждается, какой язык является главенствующим, первородным, русский от украинского или украинский от русского. Господи, что это дает? Во-первых, какая разница? Вот история существует только в одном виде. Она существует в виде зафиксированного результата в настоящем. И никак иначе. А с языком, вот если верить их источникам, это вообще предельно мутная история. Вот создатель Кириллицы, некто Кирилл по кличке Мефодий, он вообще создал... Он создал не русский алфавит, он создал даже не Кириллицу, а некую глаголицу. Это набор диких козябр, которые он совершенно и смог запомнить сам. И создавал это не для какой, не для Руси, а создавал вообще для Моравии и Болгарии. Ни одна Россия так болеет за свою уникальность и свое первородство. Африканское государство с Вазелем, да? Больше нет такого государства. Нет больше такого государства. У них взыграло ретевое. Они обиделись, что их, как они сами считают, все время путают со Швейцарией. И они когда куда-нибудь вламываются... Тем более они так похожи. Да, вламываются в своих шкурах с костями и в украшениями в носу, все говорят, о, швейцарцы приехали. Банкиры. Там на самом деле это блажь местного царька, которому показалось, что Свазеланд и Швейцерланд это что-то слишком похожее, и что Швейцария претендует на часть славы. Славы, Свазелинда. И что в Свазелинде гораздо более авторитетные и мощные банки, которые считаются самыми авторитетными и надежными в регионе. В отличие от других, кстати говоря, африканских государств. Там монетки и патроны не закапывают в кучу хваловьего дерьма. Там отработанная техника. Монетки загружаются в коровью кишку и аккуратно опускаются в кротовью нору. После чего кротовья нора засыпается и эти банки Свазелинские невозможно сломать, потому что кроты и насекомые прогрызают кишку, монетки высыпаются туда, и когда грабитель вытаскивает, он бывает обычно посрамлен и остается ни с чем. То есть Свазелинский банк отчасти даже он надежнее. Ну что ж, браво Невзорову. Начиная от истории Московско-Монгольской династии до королевства Свази, Эрефия, всех сильней. Вообще там надо поучиться скрипоносности, потому что там есть массовое шествие, знаете, да, которое со свазеленского языка свати переводится, извините, как нетраханный полк. Это особо широкое, масштабное действие, шествие по всей стране 70 тысяч девственниц. Они прикрепляют справку от гинеколога на специальную дощечку, на палку и несут это высоко над собой. Они идут к президентскому сараю в надежде на то, что одну из этих... Королевскому дворцу. Но судя по тому, что им разрешают собрать тростник, который используется для ремонта ограды этого дворца, мы можем сделать вывод о качестве этого дворца. И они надеются, что одну из них царь возьмет в жены. Вообще у них такое... Это ежегодное шествие. И каждый год находится 70 тысяч. Совершенно верно, да. Независима посещения царя. Причем они занимают первое место в мире по спиду. У них каждый четвертый болен. То есть это удивительная страна. Очень все скрипоносно. И вот посмотрите по поводу реальности холодной войны. Мне кажется, вы как-то презрительно все-таки... Нет, нет. Я с глубочайшим уважением. В честной стране королевству Эсватини. Да, теперь они называются Эсватини. Я с глубочайшим уважением отношусь. Но вот по поводу реальности холодной войны, смотрите, у нас же есть безошибочные индикаторы того, насколько все серьезно. Вот к таким индикаторам относятся Михалков. Никита Михалков, который, в общем, не дурак. Он чуток, он знает на вкус. Ветер. То, что он там играет роль патриотничающего идиота в Бесогоне, ну так это роль, да. Он же актер и хороший актер. И вот индикатор Михалкова показывает, что все, вероятно, этот все-таки железный занавес или какой-то другой занавес падает. Он опускается, потому что на открытии своего очень захудаленького, так называемого, международного кинофестиваля, куда съехались все те, кого не смотрят в Европе, он откровенно воспел харассмент. Ну, одно дело, когда я об этом забаскалю, одно дело, когда безнравственные, аморальные публицисты говорят на эту тему, другое дело, когда официальное лицо просто и абсолютно откровенно, а ведь кто такой Михалков? Это же, это же, можно сказать, Кузнецов отечественной духовности, да, это, я имею в виду, как корабль Адмирал Кузнецов, да, то есть это такой же Титан. И он честно говорит, да, что почему нет, он не просто артист, он прощается с миром, он понимает, что больше никогда никуда не позовут, и терять нечего, и стыдиться нечего, можно снимать штаны и бегать здесь уже, тряся всем, чем хочешь, и издавая любые звуки. Это очень хороший симптом, ведь он, как бы честно, своим одобрением, своим восторгом по поводу Вайнштейна сказал, что вот есть пропуск в кинематографический рай, и что такое русское кино, да, это и артистки, чтобы трахать, и деньги, чтобы их украсть. Тут же рядом вспотевший Мединский с очередными, значит, патриотическими поделками на тему танков и всяким другим киновраньем. Браво, браво Александру Невзорову, так как он может сказать, никто не может сказать. Это была первая серия речи Невзоров для Эхо Москвы 25 апреля 2018 года, а продолжение следует. Пока-пока.